В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.swoboda.org, передача лицом к событию, сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Разговоры о заказных делах и политически мотивированных судебных процессах в последние годы стали в России общим местом. Все чаще можно слышать истории о том, как с помощью машины правосудие избавляются от конкурентов в политике и бизнесе, делают карьеру на костях и устраняют неугодных. О жизни по ту сторону правосудия, так, кстати, называется книга одной из участниц сегодняшней программы, о правосудии для неугодных, говорим с гостями в студии Радио Свобода, правозащитнице Татьяной Сухаревой и адвокатом Андреем Гривцовым. В Кировском районном суде Ярославля закончивают оглашать приговор по обвинению во взяточничестве бывшего мэра этого города Евгения Урлашова, его заместителя Дмитрия Донского и советника Алексея Лопатина. Из уже оглашенной части приговора ясно, что Урлашов и Лопатин признаны виновными, а Донсков оправдан. Суд не увидел в деле ни одного доказательства его вины. Когда в 2012 году независимый кандидат Евгений Урлашов, за которого проголосовали почти 70% избирателей, победил на выборах главы города делегата от партии власти Якова Якушева, многие не верили в то, что он надолго сохранит за собой должность. Так и случилось. Урлашова задержали, а затем и арестовали 3 июля 2013 года, после того, как он объявил о намерении баллотироваться в Ярославскую думу от гражданской платформы Михаила Прохорова. Преследование Урлашова немедленно назвали политически мотивированным. А о том, что по этому поводу говорят в Ярославле сегодня, я попрошу рассказать судебного репортера «Радио Свобода» Наталью Джанпаладову, которая следит за процессом в эти дни и ведет репортажи из Кировского районного суда Ярославля. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что к этому моменту известно, может быть, о сроках наказания, которые суд собирается назначить господину Урлашову и его бывшему советнику, и что говорят в Ярославле о том, политическое ли это дело, заказное ли, или считают, что Урлашов действительно виновен во взяточничестве, которое ему инкриминирует? Ну, говорить о сроках пока, наверное, рано. Они будут оглашены завтра с утра. Сегодня судья огласил оставшуюся часть приговора, то есть остаются уже финальные части только сроки. Но вот прокуратура просила для Евгения Урлашова достаточно суровый срок, 15 лет колонии строгого режима. Для его заместителя советника Алексея Лопатина прокуроры просили 8 лет колонии строгого режима. И для Дмитрия Донского, который сегодня был оправдан, просили 5 лет колонии, но уже представители прокуратуры сегодня заявили, что они недовольны решением суда и будут обжаловать оправдательный приговор Дмитрию Донскому. Соответственно, стоит ожидать, очевидно, примерно таких сроков, может быть, чуть меньше, но сам Евгений Урлашов еще в премиях сторон, когда стал известен запрос прокуратуры, говорил о том, что этот срок для него сродни смертному приговору. Это фактически медленная смерть для него, поскольку 15 лет – это довольно суровое наказание. Урлашов, напомню, обвиняется по двум эпизодам. Первый эпизод – это покушение на взятку в размере 18 миллионов рублей. Второй эпизод – это взятка в размере 17 миллионов рублей. Но вот и сам Урлашов, и его сторонники убеждены, что это дело политическое. Адвокаты говорят о том, что в материалах дела просто в конце с концами не сходятся. Вот два человека, Сергей Шмелев и Эдуард Авдолян, которые призваны потерпевшими, собственно, те люди, у которых, по версии следствия, и уже, судя по всему, суда Урлашов и вымогал деньги, дают, по словам адвокатов, противоречивые показания. И, соответственно, Урлашов настаивает на том, что Шмелев – это провокатор, что все это дело – это провокация взятки была. И также отмечают, что фактически расследовали дело Урлашова. Так называемая «сугробовская команда» – это сотрудники, соответственно, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. И вот они сейчас сами находятся на скамье подсудимых. Это Денис Сугробов, который в СИЗО, и вот они уже рассматривают в закрытом режиме. А вот Борис Колесников, которому тоже предъявили обвинение, в превышении должностных умномочий, в провокации взяток и в создании ОПГ, он покончил с собой год назад, по-моему. И, соответственно, также отмечают, что дело Урлашова политическое еще потому, что он победил на выборах в 2012 году с большим преимуществом. Он набрал около 70 процентов, и партия власти так и не смогла ему фактически простить. Такого результата его пытались теми или иными способами, либо склонить на свою сторону. В частности, сторонники Урлашова говорят, что Сергей Неверов из «Единой России» буквально за некоторое время до ареста Урлашова предлагал пойти ему на выбор от «Единой России», и Урлашов отказался. Также говорят, что дело Урлашова преследуют за его губернаторские амбиции, и здесь уже речь идет о каком-то конфликте с уже бывшим губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым. И, по словам адвокатов и сторонников Урлашова, и это видно из материалов дела, поскольку фамилия Ястребова фигурирует в этих материалах, он явно был в курсе этого дела. Спасибо большое, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова. Она в эти дни работает в Ярославле, где, напомню, Кировский районный суд города оглашает приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего мэра города Евгения Урлашова, его советника и его бывшего заместителя. Но вот сроки для советника и заместителя пока неизвестны, какие наказания для советника и самого Урлашова, а заместитель Дмитрий Донсков уже оправдан судом в настоящее время. А в студии «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной правозащитница Татьяна Сухарева и адвокат Андрей Гривцов. Это непростые гости относительно той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Андрея Гривцова задержали на рабочем месте 14 января 2010 года. Впоследствии арестовали по обвинению в получении взятки. Он в то время занимал должность следователя по особо важным делам Следственного комитета России. По версии защиты, Гривцову могли подставить или заказать бизнесмены, желавшие, чтобы работа по уголовному делу об их рейдерских захватах была прекращена. В феврале 2010 года Мосгорсуд освободил Андрея Гривцова из-под стражи под подписку о невыезде с формулировкой об отсутствии каких-либо доказательств причастности Гривцова к преступлению. Но закончилась история только в 2014 году, вторым оправдательным приговором и полной реабилитацией Андрея. Татьяна Сухарева решила в 2014 году баллотироваться в Московскую городскую думу по одномандатному избирательному округу номер 27. 10 июля того года она должна была получить регистрационное удостоверение кандидата. В этот день ранним утром домой к Татьяне с обыском пришла полиция. 14 июля 2014 года Кузьминский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии арест неоднократно продлевали вплоть до 6 марта 2015 года, когда тот же Кузьминский районный суд изменил меру пресечения на домашний арест. При этом суд руководствовался тем, что следствие приняло затяжной характер, а объективных данных, что Сухарева может скрыться, оказывать давление на свидетелей и потерпевших, следствие не представило. 30 июля 2015 года мера пресечения Татьяны Сухаревой была изменена на подписку о невыезде. Вот почему она может сегодня присутствовать здесь, у нас в эфире Радио Свобода. В связи с многочисленными нарушениями дело дважды возвращалось из прокуратуры в следствие, но тем не менее до сих пор оно не прекращено. И вот о том, что с ней произошло, Татьяна Сухарева написала целую книгу «Жизнь по ту сторону правосудия». Вот мы можем ее даже показать, наверное, сейчас. Это книга о фабрикации уголовных дел, о пытках и полицейском произволе, о положении женщин в российских тюрьмах, о том, какие методы используют полицейские и следователи, чтобы добиться нужных для обвинения показаний, о том, как грубейшим образом игнорируются требования закону по отношению к тем, кто оказался по ту сторону тюремной решетки. Ну вот, для начала расскажите, пожалуйста, мне, Андрей, вы когда приходили в эту систему, уже много лет проработали в тукурожской системе, слышали о существовании заказных дел, каких-то политически мотивированных дел? Вы же работали рядом с людьми, которые, может быть, я предполагаю, могли иметь какое-то отношение к такого рода делам. Это как-то обсуждалось когда-либо? Нет, это никогда не обсуждалось. Я пришел на работу в 2002 году. Тогда, наверное, все-таки, может быть, я сейчас какие-то иллюзии испытываю, все-таки было все немножко по-другому. Я приходил на работу с огромным азартом, мне хотелось работать в этой системе. Я действительно любил свою работу. Может быть, если сейчас оглядываться назад, наверное, я не обращал на то, что творится вокруг, да, что делается в этой системе. Но в целом я в тот момент и до последнего момента я считал, что моя работа очень нужная, очень важная. Я ее люблю. И считал, что делаю нужное дело. Вы были удивлены, когда за вами пришли ваши же коллеги? Я был не просто удивлен, это сказано мягко, я был шокирован, я был в состоянии колоссального шока. А вот что-то они говорили вам, чем-то обеспечивали, смотрели вам в глаза? Нет, конечно, все очень извинялись. И, наверное, в отличие от Татьяны, у меня все-таки был маленький плюс по сравнению с ней, да, потому что я работал внутри этой системы. И многие даже следователи, они смотрели на это все, в том числе моими глазами, потому что они знали, кто я такой. Не значит, что мне помогали каким-то образом, но значит, что они понимали, что я чувствую. А чувствовал я то, что я предан, меня обманывают, что все происходящее со мной нечестно. Что сподставили. Да, конечно, что меня подставили. И самое главное, что от меня отвернулись, хотя я был честен и я был прав. Ну вот на самом деле, я так понимаю, Татьяна, вы очень похожие чувства испытывали, несмотря на то, что вообще не имели никакого отношения никогда ни к правоохранительным органам, ни к юриспруденции, и вообще-то были экономистом всю жизнь, и даже имеете кандидатскую степень ученую. Можете рассказать о том, как это с вами произошло, о вашей реакции, и как вы пытались заявить о своей невиновности вот в эти первые дни? Ну, я когда принимала решение баллотироваться в Московскую городскую думу, то мы предполагали разные провокации, в том числе визиты полиции, пожарников, налоговой, вплоть до, ну даже похищения, ареста машины, или закрытия штаба за несоблюдение норм пожарной безопасности. То есть такое мы просчитывали со штабом. Тем более, что в то время уже сидел один из муниципальных депутатов, который тоже сидел. Не один, Глеб Петисов еще сидел в СИЗО. Один из предполагаемых фаворитов Московской городской думы, лидер партии Альянса зеленых социал-демократов, вот он в это время уже находился в СИЗО. В связи с чем, ну там партия по другим причинам не смогла в выборах участвовать, потому что изменился закон перед самыми выборами, и ее кандидаты должны были собирать подписи. То есть там участвовало 5 человек от этой партии. У нас законы меняются перед каждыми выборами. Сейчас теперь такие партии собирают по 200 тысяч голосов. Те, которые в парламенте имеют хотя бы одного депутата в ЗАГСе региональном, они могут участвовать без сбора подписей. Но вот вы знали историю своих политических коллег, конкурентов или соперников, и тем не менее не думали, что вас постигнет даже участие. Ну, я не могла предположить, что на меня возбудят настоящее уголовное дело, потому что, в общем-то, предъявить мне было нечего. Я даже вот старалась на митингах участвовать таким образом, чтобы меня никогда, ну что называется, не винтили. То есть я всегда участвовала только в разрешенных митингах, чтобы там не было никаких задержаний, нарушений и так далее. Вели себя очень аккуратно. Да, я вела себя аккуратно. Я знала, что мои телефоны прослушиваются в течение двух лет, что они прослушались, когда я вообще впервые заявила о себе в оппозиции, что они прослушиваются 24 на 7. Я не позволяла себе никаких нарушений, которые могли привести к уголовному делу. Поэтому для меня это был шок. Ну, вы представляете, это лето. Сплю я, извините за подробности, обнаженная, живу в коммунальной квартире. И вдруг звонок в 6 утра, ну, думаем, квартиру залили. Сначала вырываются к моей соседке, она там с сестрой в своей комнате, наставляют в лицо автомат и забирают все телефоны. Соседка, которой, в общем-то, мне никто. Потом вырываются ко мне, это вот 10 мужчин, обнаженная женщина, и вот 10 таких полутоядных глаз на тебя смотрят. Ну и... Все, а даже одеться не дали? Ну, потом они сказали, киньте ей халат. То есть, ну, когда вот врываются, ты уже начинаешь, ну, ты понимаешь, что ты беззащитна. Конечно, ты умом понимаешь, что ничего не сделают, но понимаешь, что ты беззащитна перед вооруженной. Тут же изымают все средства связи. Два часа обыск в комнате. Потом меня силой заталкивают в машину, везут в офис, где располагается мой предвыборный штаб. Когда я попыталась выйти, когда я услышала, что напали на активистов предвыборного штаба, я попыталась выйти, меня ударили по позвоночнику ботинком, я упала. Потом меня затащили в кабинет, где былся обыск. И там мне разъяснили, что если я буду рыпаться, то применят оружие. Я, конечно, не понимала таких тонкостей, что я ищу статуси свидетеля. Это, конечно, вот был мой минус. Я не понимала таких вещей. Вернее, я знала, что нельзя являться без повестки никуда. Но когда меня насильно тащили в машину на глазах у всего штаба, причем под запись, у меня не хватило сил сопротивляться, чтобы не повестить. Сил сказать, что, ребята, повестку, и я приеду. А пока я свяжусь с адвокатом. С адвокатом мне связаться не дали тоже. Потом на время допроса меня ломали. Ну, сначала там говорили, что какого депутата Мосгордума потеряла, что партия от меня открестилась, посмотрите, что там про вас написано. Потом угрожали психушкой. И когда я стала требовать адвоката, у меня избыли пластиковые бутылки по голове. После этого я, конечно, стала отвечать на вопросы следователя Демидова в книге Демина. Она сейчас с повышением перевелась в ГСУ города Москвы. Сейчас она в УВД ЮВАУ уже не работает. Но я при всем при этом шоке, я старалась тянуть время и ждать, чем закончится регистрация. Потому что если бы меня зарегистрировали, то, в общем, они бы вынуждены меня отпустить. Кандидатам депутаты вас были бы вынуждены отпустить. И тогда бы вскрылись все их косяки. Но избирательная комиссия 27 округа, как я понимаю, сработала на полицейских. Они объявили, что у них как бы нету кворума, и перенесли заседание на 16 число. Уже после того, как я была заключена по СТРАРу. Тут, конечно, явно были действия согласованы. Но это позволило отправить вас в СИЗО, и чтобы я ничего побоя не смогла зафиксировать. Потому что в ОВСе, несмотря на то, что я вызывала скорую, мне там дали какие-то таблетки, ну и пластиковая бутылка с водой, она следов не оставляет. Слушайте, Андрей, расскажите, пожалуйста, а что это за такая манера и такая мода у представителей российских правоохранительных органов приходить на обыски ранним утром или поздней ночью? Можно это рассматривать как такой элемент давления на человека? Ну, это желание, прежде всего, застать врасплох, желание как бы оглушить человеком. Вот мы слышим, да, как Татьяна на все это отреагировала, да, там она совершенно была к этому не готова, человек находится в шоке. Ну, и чисто как следует, говорю, чисто из практических соображений, потому что там в 6 часов утра все дома. Ну, насколько я понимаю, есть же какие-то предписания, которые прямо запрещают. Ну, существует ночное время с 22 до 6 часов утра. Так вот в 6 часов утра ровно все приходят. Понятно. Поэтому это, на самом деле, абсолютно стандартное такое, да, это называется не обыски, а обыска. Ну, обыска мы. Как дело возбуждено. А вот это вот психологическое, я не говорю сейчас о физическом насилии, а психологическое подавление, вот такое поведение следователей, там, не знаю, или оперативников во время проведения каких-то следственных действий, обысков, неуважительное отношение к предполагаемым последствиям. Насколько это распространено? Или вот это такие прямо ужасы, ужасы, которые случились? Ну, абсолютно, абсолютно распространено. Это стандартная ситуация, как себя обычно ведут оперативники. А их-то этому учат, что ли, специально? Нет, этому не учат. Просто все это идет от безнаказанности, от отсутствия какой-то культуры, да. Они считают, что так правильно, они, видимо, смотрят на это все со стороны. Когда там маленький оперативник смотрит на большого оперативника, большой оперативник ведет себя так. И этот человек просто копирует манеру. Это не значит, что изначально этот человек приходит в систему с какими-то там нарушенными идеалами и сразу хочет, там, не знаю, пытать и бить бутылкой по голове. Но если все вокруг бьют бутылкой по голове, то ты, в конце концов, тоже будешь этим заниматься. Ну, вот, кстати, насколько я понимаю, люди, которых задерживают, а потом готовят к аресту, которые не чувствуют за собой никакой вины и чувствуют свою правоту, они рассчитывают, что вот сейчас-то, когда их привезут в суд, они там в суде-то уж докажут, и суд разберется, и уж во всяком случае не заключит под стражу. Однако, вот здесь я просто цитирую по вашей книге. Если человек попал в тюрьму, то у него нет никакой возможности опровергнуть предъявленное ему обвинение, снять с себя подозрение, потому что принцип презумпции невиновности не работает, а оправдывать человека, попавшего в следственный изолятор, не станет ни один судья, потому что тогда ему придется платить за реабилитацию. Я так понимаю, что эта речь, конечно, шла уже непосредственно по существу. Когда уже человек находится в СИЗО, уже, да, я вот это вот, ну, во-первых, когда следователь выносит ходатайство о заключении под стражу, 95% судов удовлетворяют, даже не вчитываясь в доказательство причастности. Подсудят там какой-нибудь материал того же ПТП, который потом окажется, что поддельное постановление суда московского, городского, или там какой-нибудь выписан, то есть это суд не рассматривает доказательства, заключает под стражу, причем грубо нарушаются, кстати, вот что касается 159 экономических статей, грубо нарушается 108-я часть 1 прим УПК РФ, которая запрещает заключать под стражу за экономические преступления в совершенной сфере предпринимательской деятельности. Как произошло со мной и как произошло со всеми десятью моими сокамерницами из 11 задержанных по 159-й, 4-й, 11-я была, ну, на вокзале гадала, это, в общем-то, другой вопрос, и теперь они сейчас пишут, аж уже пишет прокуратура Москвы, что ваше деяние совершено не в сфере предпринимательской деятельности. А почему? Я еще хотела, вот, можно я вот закончу? Сейчас, когда, вот уже прошло два года, ну, даже не два возвращалось в прокуратуру, из прокуратуры дела уже пять, и один раз вернулась из суда. Начальник следственной части Франгян, ВДЮВАО, начальник отдела Горбунова, они открытым текстом говорят, мы все равно отправим суд, мы договорились с судом, вас все равно осудят прокурор на нашей стороне, потому что, чего вы хотели, вы сидели под стражей, мы не можем вас оправдать или прекратить дело, потому что тогда, ну, люди как минимум будут увольняться. Аналогичная история. Насколько я понимаю, вот эти свои слова вы не можете подтвердить документально, потому что это было произнесено вот теми людьми, в чьей фамилии вы называли, не под запись, и можно расценивать это как ваше личное оценочное мнение. Ну, в принципе, я не могу все время с включенным диктофоном ходить, я что-то записываю... Это я вас вот таким образом, на самом деле, оберегает возможного уголовного дела о клевете, если что. Я могу сказать, это общая практика, да, если действительно существует такой как бы механизм в этой системе, да, и если человек уже привлечен к уголовной ответственности, то развернуть этот станок, там, не знаю, как угодно, бульдозер, который едет, крайне тяжело, да, это должна быть... Только взорвать. Ну, да, это должна быть не просто работа адвоката, это должно быть не просто, там, работа самого обвиняемого, там, не признание своей вины, это должно быть не просто отсутствие доказательств, должны все факторы срастись, плюс еще должна сопутствовать еще какая-то удача. И при этом, простите, извините, что я перебиваю, 0,45% оправдательных приговоров при кровавом тиране Сталине, который осужден за его преступления против народа, 10%. То есть получается, что даже если абстрагироваться, ну, считать, что следствие никого там не пытает, следствие не фабрикует дела, ну, все равно ошибки следствия все равно существуют, тем более в таких вещах, как экономика. Ну, не только следствие, но и, возможно, и судебные ошибки. И сюда, потому что судьи, помимо прочего, помимо того, что они выносят какие-то решения по закону, они еще руководствуются внутренним убеждением. А выносят они с флешки обвинительного заключения, приговоры? Ну, это вы тоже не можете подтвердить? Это тоже ваше личное оценочное мнение? Ну, это личное оценочное мнение, но это общеизвестно. И тем не менее, вот смотрите, мы начинали с истории Евгения Урлашова, бывшего мэра Ярославля, где очень многое прям указывало на то, что это дело политически мотивировано. И мы напомнили о вашем деле, Андрей, где было явно, можно говорить, о вероятном заказе на ваше устранение из дела. Возможно, и Татьяну тоже, простите за это слово, заказали, чтобы не мешалось вот здесь вот в период выбор. И, в принципе, об этих историях рассказывают достаточно часто. Я когда читала книгу Татьяны, я просто думала, неужели можно оставаться настолько наивным человеком, чтобы, читая ежедневные сообщения в средствах массовой информации, смотря фильмы какие-то российской реальности, верить в то, что от себя возьмут и ничего... Если ты ни в чем не вина, то тебя ни за что не посадят. А на самом деле верят. И вот, кстати, согласно последнему социологическому исследованию, оно в конце 2015-го, начале 2016-го года было проведено департаментом социологии и финансового университета при правительстве России. Так вот, судам доверяют 62% граждан, а правоохранительным органам чуть меньше, но, тем не менее, все равно 60% россиян. И отчасти, наверное, это подтверждается в том числе и тем, что говорили люди, опрошенные корреспондентом радио «Свобода» Святославом Леонтьевым на улицах Москвы. Он спрашивал, доверяете ли вы российским судьям. И вот, смотрите, что отвечали. Доверяете ли вы российскому суду? Доверяю, конечно. Почему? Обосновать надо. Но справедливо вообще, в принципе, все это. Сажают, не сажают людей. Не знаю, как ответить на этот вопрос. А почему не доверять? Пока я не очень доверяю. Мне почему-то кажется, что он достаточно коррумпированный сейчас. Если бы мы как-то подошли ближе к британскому суду или, наверное, к европейскому суду, то там, мне кажется, нам было бы лучше всей страной. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, пока еще как-то наши суды не очень на уровне. Если, например, арбитражные, то да. А если суды общей юрисдикции, то, скажу, там проблемно. Ну, в Москве, в принципе, да, нормально. А какие там проблемы? Какие именно? Я имею в виду коррупцию. Именно коррупция. И что еще одна проблема – это перегруженность судов. Ну, а как может быть обеспечена независимость, если судью, в принципе, можно снять свои должности? Суду, да, доверяю. Почему доверяете? Не знаю. Просто есть доверие, не знаю почему. В принципе, есть опыт, который вызывает сомнения на том, насколько они качественно работают. Судам? Нет. Почему не доверяете? Ну, в принципе, я с ними как бы ни разу не сталкивался. Но по той информации, которую я получаю из источников массовой информации, там радио, газеты, интернет, там очень много критики. Парадигма, которая заложена в оценку доказательства, которое принимается судом, да, а это именно личное убеждение судьи или внутреннее убеждение, как трактуется в АПК и в ГПК, оно носит достаточно субъективный характер и имеется некая коррупционная составляющая, потому что судья оценивает доказательства по внутреннему убеждению. А вы понимаете, что убеждение такая категория, на которую очень легко повлиять. Вы что, с ума сошли, что ли, нет? Почему не доверяете? Ну, потому что я не верю, что наш суд работает честно. Мне кажется, что более того, эта система работает нечестно уже на этапе следствия, поскольку наш суд, как мне говорили следователи, ничего не решает, а в основном это решается на этапе следствия. Уже там пока какие-то показания нечестные записываются. Вот. В суде тем более. Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, о том, доверяют ли они российскому суду. В эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачашникова. Со мной в студии адвокат Андрей Гривцов и правозащитница Татьяна Сухарева. Мы говорим о правосудии для чужаков, правосудии на заказ, как хотите, о том, насколько распространено или нет заказное неправосудие, простите за такое слово, сочетание, в России. Я предлагаю нашим слушателям звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный, и вот отвечать на тот же вопрос, который мы задавали людям. Вы вообще доверяете суду российскому и судьям? У нас, кстати, есть дозвонившийся Николай из Мордовии. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Сомнительно, галерять судом, теперь вот именно вот теперь, не только в 21 веке, но и в последнее время, когда всякие-всякие правозащитные кримии опровергаются судьями и даже прокуратурой, что это все, все это западный, американский против России. Когда российские граждане выступают против своих чиновников, личных чиновников или общественных, это как-то не воспринималось. Я звоню в 02, меня не принимают, даже звонки не принимают. Мне приходили 2-2-5-5 человек. Звоню, не отвечают. МЧС звоню, там через МЧС только милиция отвечает и приезжает. Вот такие вот новости у нас. Да, Николай, спасибо за ваш звонок. Я очень вам сочувствую. Я надеюсь, все-таки правоохранительные органы будут как-то внимательнее относиться к вашим звонкам. Да, пожалуйста, Андрей. Можно я отвечу на этот вопрос про доверие? Во-первых, я хотел сказать насчет тех 62%, которые доверяют суду. Я думаю, что эти люди просто не сталкивались с судебной системой. Да, и могу сказать по своему опыту, у меня сейчас обширная уголовная практика. Так вот, все эти люди, которые привлекаются к уголовной ответственности, в первый же день они прекрасно понимают, они прекрасно знают, что у нас 99% приговоров обвинительные, что у нас не выносятся оправдательные приговоры. В общем-то, все эти люди никаких иллюзий не испытывают. Так вот, просто, видимо, эти 62% они просто не имели никакого отношения. Слава Богу. Им повезло. И я им в этом плане желаю удачи и желаю также доверять нашему суду. Слушайте, ну ведь это чудовищно. Да, пожалуйста. Вот даже вот когда я смотрела выборку опросов, ну, во-первых, то, что доверяют 62%, я там не заметила. Это, я так понимаю, опросы, вот какая-то статистика, ну, которая всегда где-то 146%. А люди отвечали, кстати, очень связно и очень логично. И те, которых договорят доверяем, то, ну, видно было, что эти люди, ну, не хочется так как-то обесценить их опыт, но это люди, которые никогда с этим не сталкивались. Слава Богу. И слава Богу. Да, и что это меня не касается, моих отыскраю, ничего не знаю. То есть это не моя проблема, это, и, в принципе, это ответ тоже логичный в этой ситуации. Так вот, дорогие друзья, здесь могу сказать с абсолютной уверенностью, что, в принципе, это может коснуться любого. При такой сложившейся в России практике правоприменительной, и ты бывший следователь, действующий следователь, начальник Федеральной службы исполнения наказаний, мэр, губернатор, кто угодно. Посмотрите на новостные сводки, как говорили и говорят до сих пор, был бы человек, а статья найдется. И вот это самое страшное. Ну, конечно. Я вот еще хотела добавить, ну, вот когда я заходила в камеру, ну, сначала, конечно, был страх, вот сейчас меня посадят с убийцами, бандитками, головорезами и им потомным. Ну, испытывает человек страх, что сейчас вот я окажусь настоящими преступницами. Оказалось, две трети наркотические статьи, и одна треть это 159-я. Мошенники. 159-я. Все эти дела, они возбуждаются только с одной целью. Я не говорю, что не существует мошенников, но эти дела возбуждаются с целью отъема бизнеса и жилья. Ну, или даже вплоть доходило до того, что доказали неверные жены. Дело Елены Филипповской, она со мной не сидела, ее историю я узнала, уже выйдя под домашний арест. Ева Меркачева в московском комсомоле об этом писала. Член общественной медицинской комиссии. Ее это был муж бывшего оператора, от которого она ушла к другому, который ей сказал, я тебе покажу, как фабрикуются дела. Потом он уже раскаялся, написал на самом себе явку с повинной. Ну, что, ее мое, что я сделала? Я двух детей матери лишил, один свой. Все равно ей дали 11 лет, и апелляция московского суда оставила приговор без изменения. Потом отменили этот приговор, да, или нет? По-моему, апелляция, вот я не знаю, я вот отследила до апелляционной инстанции. Ну, в общем, речь идет о том, что если систему эту уже запустить, то журнала... Остановить очень тяжело, остановить очень тяжело. Другое. Практически невозможно. Вот я, простите, я в этой связи хочу обратить вот еще на одну цитату из вашей книги. За раскрытое дело следственная группа получает премию, полмиллиона рублей, пишет Татьяна в своей книге. А за дело с политическим подтекстом еще и звездочки на погоны. Вот скажите, откуда у вас эти цифры, а потом я попрошу еще Андрея. Ну, скажем так, эти цифры у меня получены по общению в камере, но я могу сказать, точно существует вот эта палочная система. И я вот уже позже узнала на примере дела Тамерлана Цацаева, и как ему адвокат рассказывал, есть такая вещь, как аналогичные показатели предыдущего года, которые должны быть превышены. И поэтому хватает всех. Например, приехала девочка в Москву устраиваться на работу, устроилась секретарша к экстрасенсу. Она никакого... Ее сажат в составе ОПГ. Приехала девочка устраиваться... Экстрасенса как мошенница, а ее как члена... Ее как мошенницу, как члена ОПГ возглавляю. Знаю это дело, организация преступного сообщества... Их много, там много экстрасенсов, там ведущая сидела. Вот, ну, не битва экстрасенсов, а какой-то телепередача. Я узнала, красивая женщина. Я говорю, а где... А я вела там, ну, там у нее собирались вот эти экстрасенсы, и по телефону там чего-то вещали. Андрей, а вот если там по тюремным камерам, по средственным изоляторам, по каким-то форумам так активно распространяются сведения о том, что вот это стоит столько-то, вот это стоит... Выход из колонии по УДО обойдется в такую-то сумму. А 200,000,000,000,000,000. Да, прекращение уголовного дела в такую-то сумму. Почему мы не видим реакции вот на такие вещи служб безопасности соответствующих органов? Или видим вот как сейчас на днях? Потому что вся эта реакция и вся борьба с коррупцией, она носит исключительно показательный характер. И на самом-то деле вот никакой борьбы с коррупцией в тех делах, которые мы сейчас видим, ее на самом деле не существует. Подождите, то есть вы хотите сказать, что вот вся вот эта история там с госпоследователями Следственного комитета, там целая верхушка, где там господин Никандров... Никандров, Максименко, да. Да-да-да, Максименко, все-все-все они, это просто демонстрация? Скорее предел власти. Скорее всего, да. Это скорее всего борьба за... Я не знаю, на самом деле, я не знаю. Как вы говорите? Коррупционеры, они не коррупционеры. Но я абсолютно уверен, и меня больше всего возмущает во всей этой ситуации, когда нам начинают показывать обыски у чиновников, у них якобы изымают дорогие часы, огромное количество денег. Послушайте, ну до задержания неужели никто об этом не знал? Точно так же... И у другого соседнего губернатора этого нету. И все они, все друг по другу знают, но вдруг начинают это демонстративно показывать. Мне это напоминает все только показуху, да, и не связано это с реальной какой-то борьбой. То есть это, как бы, вот таким образом следствие отвечает на запрос общества типа наказать коррупционеров, посадить виноватых? Да, мы боремся, мы боремся. Видите, какие мы хорошие? А при том, насколько честно ведутся расследования, нет ли там каких-то подводных камней, и об этом вообще речи не идет. Да, это мы не знаем. Мы же не знаем, да, мы видим что? Мы видим красивую картинку, губернатор сидит перед ним куча денег, и у него руки светятся. Но нам же не рассказывают, в связи с чем он получил эти деньги, ему вменяется взятка, за что он получил эти деньги. Мы видим красивую картинку, и нам начинают рассказывать. Вот он такой, сякой, плохой. Ну, я бы хотела добавить, вот как раз в связи с этим, когда меня арестовали, потом я же анализировала дайджесты, что задержанный кандидат депутата Татьяна Сухарева при обыске изъято 20 тысяч поддельных полисов. Люди вообще представляют, что такое 20 тысяч полисов, и что они вообще-то в одном кабинете не уложатся. Потом, 8 марта 2015 года, уже спустя почти год, экспертиза всей изъяты у меня полисов, которых было тысяча всего, они все были выписаны, они все не были доведены до страховых компаний, то есть следствие совершило мошенничество, они все признаны подлинными. Про это не пишет ни одно СМИ, и про это те, которые так как ухватились за это, как за сенсацию. Ну, потому что об этом не сообщают журналисты. И 17 молдаван куда-то испарились. Причем действительно была взята группа, которая занималась продажей поддельных полисов. Эта группа работала под носом УЮВАО на перерве. И работала она там давно, их прослушивали, про них все знали. Речь идет о поддельных полисах ОСАГО. На самом деле об этом многое писали, можно посмотреть. При этом я к этой группе не имела никакого отношения, и с ними даже была не знакома. То есть как-то был связан один из агентов, который у меня работал с ними. Но вы попали под раздачу. И заставили, что это все делалось по моему заказу сказать. А вот скажите... Кстати, вот этих членов группы, у которых нашли реально поддельный полис, которые признали, что они там прям цепочку вывели, что Балдаванин Ларнер передавал Узбеку Леонову, тот передавал Сенке Оксманову. Ну не надо, не надо. Они все признались. Самое интересное, они все освобождены от уголовной ответственности за непричастность к преступлению. Причем при наличии признательных показаний, при наличии обысков вот этих полисов. Все результаты, все протоколы обыска из дела исчезли. И вот эти товарищи, ну, как я понимаю, за какую-то определенную... Вы предполагаете. Да, я предполагаю, что за какую-то определенную мысду были освобождены от дела. Ну, здесь нужно справедливости ради отметить, что, в общем, показания одного человека, данные признательные показания, тем более, уж в России никак нельзя считать доказательством вины. Это по закону. По закону, да. По закону. Но самое интересное, они даже не сидели под стражей. А по практике у нас признал вину, значит, будешь осужден. Согласился с предальным виноватом, значит, будешь осужден. У нас есть дозвонившийся Виктор из Москвы, говорит, пожалуйста, доверяете ли вы российским судьям российскому суду? А Виктор нас не слышит, наверное. Вот Дмитрий есть у нас из Москвы. Да, я есть. Ну, вы знаете, я не доверяю российским судам, но вы говорите об одном суде. Я бы хотел, чтобы вы сделали ваши программы интересные о гражданском судопроизводстве. Я столкнулся с таким, что суд не работает вообще. Я выиграл мировой суд 50 тысяч. Я два года не могу получить. У суда нет никакой возможности, чтобы тот, кто выиграл, получил. Служба судебных приставов вообще не работает. Я подаю на нее сейчас суд. У меня дела с тремя судами. Суды фальсифицируют протоколы. Суды подсовывают, молекулируют фактами. Просто беззаконие творится. И в районных судах, в московском суде. Нарушается принцип состязательности. Не дают, не дают, я как истец хотел выступить, не дают. Они спешат. У них время там по 30, по полчаса на каждое дело. И им было лишь бы завершить, закончить совершенно судебная система. Вот в этой сфере гражданской не работает абсолютно. Да, Дмитрий, спасибо за ваши комментарии. Я думаю, что мои гости согласятся с тем, что вот то, о чем мы говорим... Олег столкнулся, и вот не доверяют. Не доверяют больше гражданским. Да, и, кстати, вот так называемое заказное правосудие, оно распространено в том числе и в гражданских делах. И, наверное, вы же, как человек, который в свое время занимались расследованием дела о рейдерстве, о захватах, там-то гражданские... Конечно, там часто одна из основных схем рейдерства была, через судебные решения похищалось имущество. Кстати, еще хотел по поводу доверия все-таки сказать, если меня спросить, доверяю ли я, да, я все-таки доверяю судам присяжных. Вот, об этом бы я хотел сказать. Правда, их постоянно у нас урезает полномочия, но такое доверие имеется, потому что присяжные судят по совести. Ну, и, соответственно, они являются судьями факта, но другое дело, что присяжные, далеко не все люди могут обращаться к присяжным. Конечно. Не по экономическим преступлениям не обратишься к присяжным. Если мое дело уходит в суд, чтобы оно ушло, но я не могу, я не могу реализовать это право. А если дело уходит в районный суд, то человек обречен. По так называемым экстремистским, по террористическим нельзя присяжным. Да и вы тоже, Андрей Гривцов, вы, кстати, первый-то раз соправдали при именно присяжных. Суд присяжных единогласно оправдал по делу о взяточничестве. Потом... Верховный суд отменил. Да, Верховный суд отменил, и как раз произошли изменения законодательства. Дела о взятках не относятся теперь к подсудности присяжных. Вот, видите. Так что, ну, вам повезло в том, что и профессиональный судья не может быть соправдали. Так вот, я могу сказать, что мне так кажется, да, мне так кажется, что если бы не было первого суда присяжных, если бы не было этого единогласного оправдательного приговора, если бы присяжные потом не возмущались тем решением, которое вынес Верховный суд, может быть, и не было бы вот этого последующего оправдательного приговора уже профессионального судья. Кирилл из Москвы дозвонился на Радио Свободы. Пожалуйста, говорите. Вечер добрый. Здрасте, вы доверяете? Ну, хотел сказать, по поводу отношения к доверию к судьям. На самом деле нет, потому что, ну, правосудие, как правило, у нас телефонно-флешечное, да, или, в каждом случае, можно назвать имени Виктория Роуд. Да, а уж последние события, когда всплыла запись диктофона, ну, так вообще финиш. Ну, понятно, что это уже, ну, запись настоящая, а не какая экспертиза. Поэтому, ну, какое доверие может быть? Да, спасибо за ваше мнение. Ну, вот здесь как раз слушатель напомнил историю неделю назад, тоже в рамках передачи «Лицом к событию» мы обсуждали путешествие одного диктофона, гражданского активиста. Диктофон, телефон с включенным диктофоном изъяли, а он все это время работал и записывал и разговоры между собой полицейских, и разговоры полицейских и судьи. И, в общем, это было недавно опубликовано, и волосы, конечно, с дыбом стоят. А еще была статья «Телефон пьяного следователя», тоже примерно такая же ситуация, когда... Опубликованная на «Радио Свобода», да. Да, когда выпившая следовательница забыла, телефон в машине обвиняемого, и там она со своей подругой, коллегой делится, как сфабриковать дело. Да, увидела эту переписку, тоже можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Я вот обратила внимание на такое словосочетание «телефонно-флешечное правосудие». Андрей, а когда вообще появилась вот эта традиция, о которой очень часто говорят, заноса флешек с обвинительным заключением, которые потом будут просто полностью ложиться в... Ну, вот когда я начинал работать, совершенно точно этого не было, потому что еще на печатных машинах печатали, исследователи еще на метро ездили. Вот, но сейчас, к сожалению, да, все это повсеместно. То есть как раз вред от прогресса граждане в данном случае на себе в полной мере ощутим? Да, да, не граждане, не граждане. Вот, и тут и судьи у нас загружены, они-то все это объясняют, чем. Ну, у меня действительно много работы, вы придите в любой районный суд, там у них график по 10-15 уголовных дел, они слушают. Действительно, они загружены. Проблема-то в другом. Да ради бога, пусть приносят на флешке, но вы вникайте во что там написано. А то у нас получается, что правосудие на самом деле вершат сейчас не судей, да, не судей. А вот эти следователи 23 лет, которые ездят на Инфинити и на Лексусах, да бог с ним ездили бы они на Инфинити и на Лексусах, но они просто не понимают, они часто даже действуют не по какому-то заказу, они просто не понимают, как это дело расследовать, о чем идет речь. Но они что-то там написали, начальник, который на 2 года старше, которому 25, он ездит на БМВ, он это не прочитал или он подошел к начальнику и говорит, я не знаю, что делать, да так сойдет. Ну так а прокурор должен же прочитать, у нас же столько вообще этапов для отсева. А прокурору тоже некогда, ему 27 и у него 18 часов надо с девушкой встретиться. Зачем ему читать дело той же Татьяны? Вот кстати, вот можно я как раз вот раз поднялся вопрос о моем деле, вот мое дело, там из материалов дела следует, ну любой человек, который верит маломальски, что даже если верить версии следователя, если даже прочитать допросы так называемых потерпевших, ну которых там в свое время взяли с теми же поддельными полюсами и заставили в это дело войти в качестве потерпевших, что они не понесли никакого ущерба. То есть ущерб вот этот, он написан с потолка, ну там следствие там пишет, что ущерб там 4 миллиона, а расшифровать... Ну ущерб, понятно, нужно как можно больше сделать для того, чтобы тяжесть у вас, вашей статьи была более серьезная. Вот показания потерпевших, там получается, что этот получил прибыль от реализации там 2 миллиона, это получило 800 тысяч, этот получил вот от этой сделки столько-то, 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 там прибыль, люди получили прибыль. А да, а они при этом в убытке... И они при этом признаны потерпевшими. Слушайте, ну а зачем это все считать? Следователь вообще не понимает, что такое страхование, что такое страховая премия, которая сдается. Ему некогда. Для нее это вообще... И самое интересное, что нет актов приема передачи. Она пишет, актами не располагает, и тут же пишет, что по полюсам, которые фигурируют в актах, страховые компании дали информацию, что они там проданы другим. Если их нет в актах, если нет номеров, полюсов, даже они не установлены, как страховые компании могли дать информацию, что они проданы другим клиентам? Слушайте, Андрей, ну вот вы говорите, что этим следователям некогда и некогда, но хорошо, а им, может быть, некогда тоже и задуматься, что они-то сами могут оказаться по другую сторону баррикад. Конечно, конечно, некогда. Они же не видят, не знают истории своих бывших начальников, там, господина Довгия, который уже освободился. Вот этих вот, и господина Сугробова, и его товарищи. Просто, к сожалению, никто не примеряет на себя, к сожалению. Никто не примеряет на себя и не знает, что это такое. Они... Я много, на самом деле, думал об этом, и очень многие следователи, которые расследуют дела, и, как нам кажется, расследуют неправильно, они же, по большому счёту, такие же обычные люди, как мы с вами, не знаю, у них такие же кошечки, такие же собачки, но почему-то они приходят на работу и отключают это всё, да, и не думают о том, что с ними может произойти. А когда с ними что-то происходит, они превращаются вновь в таких же обычных людей, несчастных, подавленных, растерянных, переживающих. Пишут письма, в том числе, там, господину Бастрыкину о том, чтобы забрали дело к себе из ФСБ. То это я сейчас на господина Никандрова намекаю. Совсем немного времени остаётся до конца программы. У нас есть дозвонившаяся Светлана из Москвы. Доверяете ли вы российскому суду? Ну, если бы год назад меня спросили, доверяю я или нет, я бы однозначно сказала, доверяю. Сейчас я однозначно говорю нет. Что с вами случилось? В данный момент моя дочь находится в СИЗО, номер 6 в печатниках. Её задержали, якобы, ну, при встрече со знакомым рекламным агентом, которым она заказала интернет-сайт. У него нашли наркотики, он показал на неё пальцем, сказал, что вы чеканом. Вот год мы уже сидим и пытаемся доказать, что мы не имеем никакого отношения. Дело полностью сфальсифицировано. У нас двойные протоколы, поддельные подписи, у нас нарушение в экспертизе, заключение экспертов. В общем, всё, всё. Вот 231 статья нарушена, половина ОПК. Светлана, я вам очень сочувствую, в том числе и как мать. Надеюсь, что вам удастся как-то вот выйти буквально с города поднятой головой на свободу вашей дочери. Да, мы тоже, надеемся, создали петицию. И вот в петиции именно защиту невинно обсуждённых уже подписали 820 человек ее. Потому что она такая не одна, это проблема всей России. Да, Светлана, спасибо за звонок. Я тоже подписывала эту петицию, хочу тоже призвать подписывать эту петицию. На Change.org, наверное? Да, на Change.org, и, по-моему, она на АВАЗе тоже есть. Она примерно идентична. Там как раз рассказывается о деле, но там о каждом деле. Там есть и моё дело, дело Тамерлана Цацаева, дело Александра Артюха, бывшего каскадёра, который был осужден за убийство. Вот дело Тамерлана Цацаева, там тоже оно очень интересное. Им занимались практически все правозащитники. Комитет за гражданские права держал это дело на контроле. Там ситуация такая. Двое молодых парней, ну, были задержаны за перес под шлагбаум. И в этот же день полицейский, пьяный, снял проституток и при этом потерял удостоверение. И вот этих парней, так как они ещё чеченцы, их задерживают. Потом находят, что украли удостоверение узбеки. Ну, чтобы спасти карьеру и шкуру вот этого полицейского, парней отправляют в СИЗО. Сейчас они приговорены. Был сначала пять с половиной приговор, и сейчас снижено до пяти. И когда уже там во время очередного заседания, это не потому, что судьи перегружены. Там совсем другая ситуация. Говорят, да, мы знаем, что мы неправы, но если мы сейчас дадим заднюю, то девять человек будут увольны, в том числе и две судимые из горсуда, которые продлевали вот эту стражу. Ну, вот тоже объяснение того, что происходит в российском правосудии. То есть спасают уже девять человек, а ни одного алкоголика полицейского, которые, ну, прошли бы своё удостоверение. Мне кажется, что если проводить ревизию вот этих приговоров, которые выносились в последнее время, можно найти много вот такого, о чём вы говорите. Причём они не обязательно политические. Да, и обязательно. Передел в собственности, личная месть. А вот как с этим бороться-то можно? Есть вообще управа на это? Светлое будущее, политическая воля, чего ждать для того, чтобы судьи начали действовать по закону? Начать изменение системы надо прежде всего даже не с изменения законодательства, да, а с дать людям реально справедливый суд. Вот. Это не так сложно сделать, мне так кажется. Да, для этого не нужно менять законы, для этого не нужно менять подсудность. Для этого просто нужно... Взять всех судей и поменять? Вот так вот предлагать, как сделали в своё время в Германии, когда объединили две Германии? Почему? А почему нет? Просто я реально думаю, что с таким же удовольствием эти суди будут выносить те же самые оправдательные приговоры. А сейчас-то что им мешает? А, например, что мешает? Если судья, например... Система связь... Жена начальника, замначальника ОВД. Да не обязательно даже такая связь. Но любой оправдательный приговор, любой... Это провал системы, понимаете? Существуют статистические показатели в этой системе. Не зря Татьяна сказала про вот эту вот палочную систему. Она действует. Любой оправдательный приговор, это провал всей системы, это плохой статистический показатель. Значит, кого-то накажут. Но самое удивительное, что в этой ситуации вместо того, чтобы подтягивать работу следствия до необходимого уровня, и наоборот бы судьям указывать на это, как я говорила уже еще и неоднократно во многих программах, судьи сами опускаются на этот уровень. Я скажу следующее. Нужно полностью менять систему судебную. Судьи должны быть полностью независимы. И если она работает судьей, она не должна быть родственницей, там, работника любой прокуратуры, любого следствия. То есть должен быть один человек. Дальше я считаю, что судьи должны избираться. Как избирались даже в советское время. Но вот это очень спорные вопросы. Может быть, однажды в рамках как раз уже передачи правосудия. Они назначаются. Они в рамках передачи «Лицом к событию», которая только что закончилась на волнах «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.swoboda.org. Вела ее сегодня я, Марьяна Тарачашенко. А со мной в студии были адвокат Андрей Гривцов и правозащитница Татьяна Сухарева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова